Профессия юриста уже много лет входит в топ-десятку самых престижных не только в нашей стране, но и в мире. Ведь следовать букве закона, помогать людям решать проблемы и их призвания. А потому с 1998 года, в первое воскресенье декабря, свой профессиональный праздник отмечают представители юридической сферы. Среди них особое место занимает профессия судьи. С должностью судьи связаны понятия морали и честности, справедливости и безусловного служения закону. Об этом не понаслышке знает судья экономического суда Брестской области Виктория Петрукович. Женщина никогда не думала, что свяжет свою жизнь со сферой юриспруденции. Но уже более 20 лет Виктория Алексеевна работает судьей. Наступило время, когда меня родители спросили, а кем же ты хочешь быть? Я поняла, что я не знаю. С этой целью мне папа подарил такая толстая книга, справочник абитуриент. Можно сказать, что все лето я изучала справочник, черкала, писала, выбирала, критически оценила все свои способности и поняла, что я смогла быть только юристом. Вот так я определилась с будущей профессией. На каждом этапе своего становления я встречала людей, которые мне в этом очень сильно помогали. Учиться я начала с техникума. И в техникуме я встретила преподавателей, которые не только помогли мне разобраться в гражданском праве, а и полюбить его, сделать свои профессии. Я очень благодарна Анне Петровне Чичиковой, которая, возможно, положила начало моей судебной карьеры. Потому что именно на практических занятиях, в деловых играх я всегда оказывалась судьей. Виктория Петрукович также отметила, что итог ее жизни, как стать судьей, стал закономерным. Она считает, что это не только ее труд, это результат общей работы. Ведь у Виктории Алексеевны были хорошие наставники. Я люблю свою работу. Устаешь, иногда очень сильно, и с удовольствием вечером идешь домой. А утром, понимаешь, с таким же удовольствием идешь на работу. И вот это основной критерий, который помогает. Помогает собраться, найти возможности отдохнуть, найти те жизненные основы, которые помогают вернуться к своей работе после какого-то пятиминутного отдыха. Это все, наверное, то, что мне нравится моя работа, моя специальность и то, чем я занимаюсь. Имея богатый опыт за плечами, Виктория Петрукович делится им с молодежью учебных заведений, которая ежегодно посещает экономический суд Брестской области в целях реализации практикоориентированного подхода. В этот раз гостями стали студенты колледжа, бизнеса и права. Как соответствовать высоким стандартам выбранной профессии судьи? Каковы требования к кандидатам на занятие уважаемой и почетной судейской должности? На эти и другие вопросы отвечала Виктория Петрукович. Такие встречи помогают нашим учащимся в дальнейшем определиться с профориентацией, то есть с тем направлением деятельности именно в юридической сфере, которую они хотели бы избрать в будущем. Это такой очень хороший старт для будущей их карьеры. Во-первых, очень практикоориентированная у нас обучение, и впоследствии они могут поступать на сокращенную программу для получения высшего образования. Ну и соответственно, конечно, это очень хорошо. Почему? Потому что за два года они получили теоретическую подготовку, как ульяны пошли работать, и уже заочно получают высшее образование. То есть стаж практической работы уже будет у них гораздо больше, чем те, кто придется после высшего образования. Поэтому эта перспектива, конечно, очень выгодна для них. Ульяна Ковальчук, выпускница колледжа бизнеса и права, сегодня работает старшим инспектором канцелярии экономического суда Брестской области. Девушка довольна выбранным рабочим местом и продолжает учиться заочно на юриста. Летом я окончила учебу в колледже бизнеса и права по специальности правоведения. В период обучения я дважды проходила практику в экономическом суде Брестской области. И после того, как окончила обучение, получила диплом об образовании, мне предложили работу в канцелярии суда. В настоящий момент я очень довольна своим рабочим местом. Также продолжаю обучение в заочной форме по профессии юрист в Белорусском государственном университете. Мечтаю изучить право на высоком уровне и достичь успехов в выбранной профессии. Если Ульяна с выбором профессии определилась давно, отучилась и нашла то самое место работы, то юноши и девушки колледжа бизнеса и права только начинают свой путь. Потому посещение экономического суда и общение с опытной судьей – это хороший шанс углубиться в сферу юриспруденции, не только в теории, но и на практике. Юридическая специальность – это знание закона в первую очередь. И в наше время без знания закона очень сложная жизнь, потому что вообще это окружает всю нашу жизнь. И творить справедливость – это долг каждого гражданина Республики Беларусь. Еще со школьной скамьи оказалось, что у меня обостренное чувство справедливости. Поэтому выбор специальности был очевиден. Правоведение. Тем более, как упоминал мой преподаватель по уголовному праву, знание права делает вас на голову выше, потому что вы можете оценивать правовую ситуацию с разных сторон. И тем более юридическая подкованность – очень важный и несомненный плюс моей деятельности. В завершении мероприятия студенты колледжа посетили музей суда, где смогли увидеть экспонаты, иллюстрирующие разные этапы развития экономического правосудия. Продолжение следует...